Всем привет! У нас продолжение разговора про язык программирования Python, причем про его объектную модель. Немножко я сегодня припоздал с началом, потому что настраивал другой способ, специальный выделенный броузер, чтобы вкладки не мешали. Давайте мы сразу запустим терминальчик. И, собственно, мы продолжаем разговор про объектную модель Python, и мы его даже не закончим на сегодня. Я уже говорил, что Python достаточно развесистый язык программирования, который пытается, и не безуспешно пытается угнаться со всеми современными тенденциями, при этом не упадая в такое собирательство и накопительство, как C++. Ну, просто идеология другая. Вот, у C++ это получается гораздо лучше. Так вот, значит, продолжаем разговор. Мы уже встречались, на самом деле, в домашнем задании с подобной ситуацией, о которой сейчас будет речь. Вот. Но давайте сделаем вид, что мы с ней не встречались. Вот. И поговорим... Поговорим прямо с самого начала про эти самые... декораторы. Представим себе, что мы хотим обмазать некоторую функцию, ну, не знаю, чем-нибудь полезным. Ну, например, пускай при каждом вызове нашей функции выводятся параметры ее, которые мы ей передали, и результат, который она вернул. То есть, у нас есть функция fun, которая что-то делает, ну, там, не знаю, классическая наша. Вот. И, значит, мы делаем обмазывательную функцию, которая... так вот ее назовем, которая... мы ей передаем нашу функцию и все ее параметры. Ну, допустим, у нас есть только позиционные. Что она делает? Она выводит эти позиционные параметры. Она вызывает нашу функцию. Кстати сказать, примерно этим мы с вами занимались, говорю, в домашнем задании в одном из... Ну, вот. Поэтому конструкция вам должна быть знакома. Вот. Она выводит результат. и она этот результат возвращается. Вот. Я вот переписываю из отсюда попроще. Значит, что при этом у нас произойдет? Ну, если мы вызовем функцию fun... Да, это из спойлера. Совершенно справедливо. Просто мы сейчас... Да-да, спасибо. Мы сейчас посмотрим, как можно решать подобные задачи с помощью специальных синтаксических конструкций питона. Кстати сказать, я посмотрел, домашнее задание не очень хорошо решается декоратором. Вот. Значит, да, вот у нас функция fun, а вот у нас функция обернутая. Она, правда, называется как-то по-страшному, но это не важно. Правильно? Вот. Ну, и тут вот те же самые 23, 3, 4, 5. А, запятая. Вот. Чего? А, ну, fun потому что. Во. Обратите внимание на то, что вот это значение нам вернул, собственно, наш... Вот. Потому что он возвращает то же самое, что возвращает функция. Вот. И добрый PtPython его перекрасил в другой цвет. Видите? А вот эти 2 строчки, собственно, и есть результат работы обертки. Вот. В общем, фишка стоит в том, что так делать неудобно. Крайне. Почему? Представьте себе, что мы хотим для отладки, например, заменить все вхождения функции fun на все вхождения вот такой фигни. Это что нам? Надо оправить прямо вот руками код, делать поиск с заменой, а не равен сейчас там какие-нибудь регулярные выражения не сработают. Ведь мы же с вами помним из лекций по линуксу, что регулярные выражения, они работают хорошо только в ограниченном контексте. Да? Если заменить все сочетания fun скобочка на словочетание в зуб скобочка ф загадая, может возникнуть какой-нибудь какая-нибудь коллизия с каким-нибудь fun скобочкой, которую мы не хотели тронуть. Да. Ну что можно сделать? Можно, наверное, сделать по-другому. Можно сделать вот этот обертыватель, чтобы он возвращал новую функцию. как-то так, что мы возьмем создадим новую функцию для простоты только от позиционных аргументов. Туда перекладем все, что у нас было вот здесь. Результат. print и return. Вот. И вернем эту новую функцию. При этом обмазывание отладочной информации нашей функции будет выглядеть следующим образом. Мы возьмем у нас есть функция fun да, вот она. вот, да. И сделаем новую функцию new fun равняется debug fun под f. Ну, от fun, конечно. Все время забываем. Да. При этом синтекс несколько упрощается. Вот. А работает она точно так же, да. более того мы можем поступить еще более радикально и если это не страшно нам и если это не невосполнимые потери мы можем написать прям вот так. И с этих пор сам fun будет так работать. Что здесь произошло? Ну, произошла очень простая штука. Мы написали конструктор новой функции обертыватель такой. Вот. Взяли передали ему нашу функцию он ее обернул вернул новую и мы взяли перегрузили имя этой функции или так переназвали эту функцию тем же именем но уже в новом так сказать ипостесе. Теперь правда непонятно как вернуть обратно у нас fun теперь так работает. Ну, не знаю. Кстати, можно посмотреть а может быть у него есть какой-нибудь во-первых обратите внимание что у нее девичье имя вот это вот BlaBlaName который мы с вами помните подменяли ручками в домашнем задании да оно никто не заботился его подменить и мы хорошо видим что оно такое вот что оно из замыкания вылезло на самом-то деле. Вот. у нее есть клоу-же а вот это я думаю наша исходная функция там в клоу-же лежит ну-ка 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 я только забыл как его оттуда добывать целый контент вот вспомнил точно это наша функция ее можно даже вызвать и она даже будет работать как раньше вот ну понятно да значит это все мы уже проходили мы не проходили ровно одной вещи что на самом деле вот здесь вот здесь вот здесь да мы написали в общем декоратор фактически это и есть декоратор вернее даже не так конструкция из вот этого обмазывателя и вот такого вот такого присваивания в сумме дает декорат да как это выглядит да очень просто это выглядит мы пишем что-то нибудь типа генф как он называется депфун нет давайте сначала сам депфун этот посмотрим еще раз да вот и говорим собачка депфун и здесь пишем депфун от там не знаю а запятая б return а умножить на 2 ну короче классика все та же самая плюс 1 вот то есть фактически мы пишем совершенно такую нормальную картинку да вот наш декоратор вот его применение и вот наша функция в которой вот этих вот игрищ с временным заведением одной подмены ничего нету все чистенько за исключением того что наша функция фан приезжает на свет уже обмазанная вот этим декоратором фун то есть фактически происходит ровно это сначала декоратор потом вызов вот конкретно этой конструкции вот то есть если мы сейчас вызовем наш фан то получим фан кстати из кожу я думаю такая же история будет да та же самая штука то есть мы можем добыть мы можем добыть нашу 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 старую функцию вот но есть два отличия во первых использование декоратора привело к тому что у функции фан в общем а нет соврал не привело ну и ладно не привело и не привело как видите для сохранения информационности в имени декорированной функции нам приезжают вот такие потроха чтобы мы знали что это что это была именно декорация вот но главное отличие конструкции сначала определим функцию фун потом на некоторое время повисит не декорированная а потом мы ее задекорируем вот таким вот образом где-то вот таким да от конструкции возьмем и определим функцию сразу задекорировано следующее ну во первых удобно править мы просто берем и комментируем вот этот декоратор и если его закомментировать функция фун будет работать будет работать с чем вот будет работать как раньше вот если его раскомментировать функция фун будет работать с декоратором смотрите какая красотень это первое а второе даже более главное что когда мы делаем вот такую конструкцию с декоратором мы фактически коммуницируем с читателем кода это для питона вообще очень очень важный момент и вообще в любом программировании важный момент для питона это просто критический момент структура исходного кода показывать пользователю этого исходного кода программисту читателю и так далее что именно вы хотели сделать потому что когда вы пишете вот такую фигню функция равняется что-то от функции что это такое декора функционал какой-то что ли да а когда вы пишете вот такую фигню вы прямо прямо заявляете смотрите у нас есть декоратор специальный обмазыватель под названием депфун и вот эта функция будет выйдет на свет обмазана этим декоратором вот кроме того еще небольшой бонус состоит в том что нет в программе такого момента когда функция фун называется фун в пространстве имен она никогда фун не называется она когда-то там вот где-то значит где-то вот она вот тут функции фун называлась но это все в прошлом и в текущем пространстве имен не было такого момента чтобы фун был вот этой функцией а не вот этой вот то есть атомарность этой операции вот еще один бонус декоратор да но предыдущий бонус важнее такая штука читается намного лучше и главный смысл прагматика программирования ну в данном случае не прагматика это какое-то другое слово надо умный термин начать нагуглить в общем то зачем да цель программирования указана совершенно явно да я хочу эту функцию обмазать вот кстати сказать так вот обращаемся к плану лекции если вы напишите несколько декораторов в столбик это будет ровно то что вы думаете это будет означать ну что-нибудь такое это будет означать декоратор 2 от декоратор 1 от функция вот так это будет означать вот эта вот конструкция означает вот эту конструкцию только вот тут бебячка не нужна а здесь нужен один вот соответственно всякий раз когда вы встречаетесь с декораторами и вам возникает необходимость не вычитывать их так сказать вернее вычитывать не их так сказать прикладное назначение для чего они взяли за декорью функцию для того чтобы новые свойства обрела а их так питоновскую питоновскую интерпретацию просто имейте в виду что вот и это надпись в точности означает вот эту надпись вот наш декоратор вызывается с параметром фон и получается результат в связи с этим вопрос на который мы тут же ответим а что будет если мы напишем примерно так да тут было слово парам сейчас секундочку здесь будут какие-то параметры да здесь будет какая-то функция ну и тут что-то тоже такое ну и понятно вот что будет если мы напишем так понятное дело что в этом месте что-то стоит что это за скобочки у декоратора ну смотрите если мы пытаемся все это опять изобрести для себя какую-то новую семантику этой конструкции в действительности довольно абстракция становится слегка тяжеловатой вот но если мы вспомним что эта конструкция декоратор блямба декоратор функция в точность соответствует вот этой конструкции функция равняется декоратор от функции то вот это давайте ее раскроем да функция равняется что у нас в качестве декоратора вот эта вся фигня декоратор от функции а это что такое ну в общем эта конструкция нам относительно знакома это значит что вот эта фигня Должна быть функцией Которую мы вызовем с этими параметрами И то что она вернет То что она вернет Окажется Декоратором Который вызовется Ему передастся функция Кажется что это Совершенно ненужная вещь Ром на следующей лекции Ее надо обязательно Хорошенько вкурить Потому что ром на следующей лекции Нам понадобится просто вот так Это самые параметрические декораторы А нет Заврал Нам параметрические итераторы понадобятся Ну и ладно Заврал Извините Не важно В общем кажется что вещь довольно странная Вот Тем не менее Можно себе представить Ну не знаю там Идея состоит в том Что мы порождаем декоратор На основе вот этих параметров Вот и все Еще раз Никаких дополнительных смыслов Параметрический декоратор не несет Просто если В обычном случае Здесь пишется Просто Имя То есть В случае параметрический декоратор Здесь пишется имя со скобочками А имя со скобочками Это вызов функции А это значит что В результате вызова этой функции Должен приехать нам декоратор Вот и все Такой конструктор декоратор Вот Давайте что ли перепишем из лекции Чтобы мне Случайно не ошибиться Давайте определим Параметрический декоратор НКОЛ Который будет несколько раз Вызывать функцию Сколько раз? Ну сколько-то Таймс раз Таймс раз вызывать Вот Поскольку это Параметрический декоратор Он должен Нам возвратить Настоящий декоратор Который мы сейчас соорудим Давайте соорудим декоратор Дев собственно декоратор От функции f Ну fun не важно f Вот Который Че? Декоратор Он должен вернуть Новую функцию Хорошо Давайте Давайте вернем Новую функцию Дев New fun Наш От параметров Естественно Тех которые От параметров Которые были раньше Для простоты Я забываю про наличие Киорг параметров Не забывайте про них Вот И что сделаем? Ну как мы и обещали Вместо одной Вместо одного вызова Сделаем сразу несколько Сколько? Да вот Таймс штук Да? Return Ну скажем Список Из вот этих самых f От звездочка Arx For For Да for я сказал Жмах Жмах Так Что это было? Это было определение Декоратора Значит Он Вот эту Новую функцию Возвращает Если забыть про вот это Да? Вполне себе Обычный декоратор Смотрите Вот мы ему Вы даете Функцию Вот есть где-то там Переменная Таймс В которой написано Сколько раз повторять И он да Действительно Обмазывает нашу функцию Множественным ее вызовом Бог нравится Вот Только все это происходит Внутри еще одной функции Которая обязана Вот этот Декоратор вернуть Ну хорошо Пускай он так и сделает Так OnIndent OnIndent О Смотрите какая красота Конструктор декораторов К чему это должно привести? Должно привести к тому Что если я задекорирую Свою функцию Вот этой штукой То она будет возвращать Не Собственно значение А список Из последовательных вызовов Давайте попробуем Значит он Encall называется Dev Fun От Asb Return Return Опять Аб Умножить на 2 Плюс 1 А умножить на 2 Плюс B Да по-горазнию Тек Как так получилось Что мы приехали Тут в примере Он один был Понятно Да А Я тормоз 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 Само все Не медведь Я этому Encall Не сказал Господи Не сказал Сколько раз Повторять Так Вот Все И он сразу Вызвался Как обычный Декоратор И у него Все Поехала Крыша Вот Давайте еще раз Проверим Но я думаю Что все хорошо Да 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 Значит Еще раз Да Я не указал Times Вот в самом В самом Начале Спасибо Значит Еще раз Параметрический Декоратор Это всего лишь Конструктор Декораторов Всем спасибо Кто У нас Как видите Большие лаги Но Как бы Я очень ценю Что вы следите За повествованием И способны Поправить Товарища лектора Это прям Прям вот Да Так вот Значит Параметрический Декоратор Никакое Никакое Ни чудо Это всего лишь Функция Возвращающая Декоратор С ней Легко запутаться Как я Вот только что Продемонстрировал Но на самом деле Ничего военного В ней Тут где-то Есть ссылочки В плане Лекции В статье На Хабри На этот счет Про декораторы Они довольно Разумные Можно их Почитать Немножко Такого Про что Мы говорить Не будем Потому что Мы уже Подбираемся К таким Фронтирам Питона Где Можно углубиться В изучение Надолго А долго У нас Уже Заканчивается Поэтому Дальше Как бы Мы действуем Более бы Несамостоятельно Но Во первых Можно Задекорировать Метод класса Вообще Не вопрос Совсем Потому что Метод класса Это функция И он отлично Декорируется Почему бы Нет Все можно Задекорировать Любую функцию Можно задекорировать Метод класса Можно задекорировать Когда вы его там Объявляете Никаких проблем Сам класс Может быть Декоратором Зачем Ну Зачем Это вопрос Другой А почему Может Ну почему Класс же Колобу Да Когда вы Вызываете Класс У него Значит В качестве Параметра Ему передается Некий Параметр Вот он Может быть Функцией Вот Даже не знаю Давайте Вон Прям Скопипастим Этот кусочек Или Все-таки Наберем Его Давайте Мы его Наберем Потому что Это обычно Более Более Показательно И что мы Хотим Сделать Мы хотим Сделать Хотим Сделать Класс Который Будет Декоратором Ну Че Че Мы Там Да Да Только Это был From Обратите Внимание Обратите Внимание На То Как Прямо Внутри Класса Можно Заимпортить В namespace Класса Модули И они Сильно Туда Заимпортятся Ну че Див И нет Селф Фан А между Прочем Вот то Место Где Будет Передаваться В наш Класс Декорируемая Функция Да Селф Точка Фан Равняется Фан Теперь Поскольку Декоратор Будет Потом Вызван Вот То Экземпляр Класса Декоратор Тоже Должен быть Колл Мы же Потом Эту функцию Вызовем Так что Нам нужно Определить Метод Кол Собственно Это будет Наша Подложная Функция Да То есть Это будет Аналог Вот этой Штуки Да Когда Мы Саму Эту функцию Вызовем Должна Прилезть Вот эта Фирма Аркс Давайте Вспомним Про наличие Quarks А то Как-то Мы их Много Игнорировали Вот Фактически Мы разбили Ну ладно Это В чем удобство Использования Классов В качестве Декораторов Мы разбили Инициализацию Нашего Декоратора И Изготовление Вот этой Подложенной Обмазывательной Функции На Разные Синтаксические Конструкции Отдельно Отдельно Это Это В общем Снижает Вот этот Уровень Вложенности Вот Значит Ну вот Ну что Давайте Start Равняется Ну что там SelfTime Дальше Собственно Вызов Функции Self.fun От Звездочка Аркс Звездочка Quarks Да Yen Равняется Тоже SelfTime Напоминаю Что Time Это Функция Которую Мы Вот здесь Импортировали Из модуля Time Да Чтобы посчитать Во Теперь давайте Количество Секунд Выведем Куда Нибудь Ну Что Там Yen Может Наверное Еще Да Неважно Пускай Так Будет Вот А зачем Я Sys Тут Импортировал А Чтобы В TDR Это Вывести Хорошо Файл Равняется Sys .stdr На одной из последних лекций мы будем этим заниматься с вами Так А собственно все Классическая обмазывательная функция Да Что то поделали вне функции Вызвали функцию Еще что то поделали вне функции Вернули ее результат Вот Фактически мы разлепили Вот это вот определение Вот сюда Вот Вот оно Во Ну что давайте попробуем Ой Есть такой странный Вот Давайте попробуем обмазать этим таймером Какую нибудь функцию Которая долго работает Вот Я с вашего позволения скопирую вот эту вот штуку Потому что Потому что Я ее изобретал Значит Смотрите Range Первый уровень Полинома Сумм от range Проходим Самой И тоже в range Второй уровень полинома Сортит А третий уровень полинома И логарифм То есть Это Пилот функция У нее сложность Типа Н куб логарифм Н Поэтому Возможно Она будет достаточно долго работать Давайте попробуем Вот Смотрите Да Вот это вот Результат нашего опыта Обмазывание Классом Вот это результат Собственно результат Давайте попробуем Сделать 2000 Мы должны увидеть Что она будет работать Ну как существенно дольше Потому что Н куб Такая вот фигня А еще мы вот Декоратор у классов Вот Но тут уже у нас Время поджимает Просто давайте договоримся Оно поджимает У нас еще дескрипторы и слоты Нет Давайте договоримся Что Декоратор у классов Это всего лишь такая функция Которая жует класс И выдает класс Все То есть Декоратору все равно Что жевать А что выдавать На самом то деле Ну взяли Пожевали Вот то что тут написано С его namespace Мы выдали Пожевали класс Выдали Класс коллбл Коллбл Значит его можно задекорировать Все в общем нормально Я честно говоря Не пробовал Возможно Если у нас хватит времени В конце Самом конце лекции Вы мне напомните Я не пробовал Сделать так Чтобы декоратор класса Внезапно возвращал Не декоратор В смысле не класса Что-нибудь другое Имеет полное право Кстати Я думаю Что будет все нормально Я не вижу в этом Никаких синтактических ограничений Это значит Что это можно сделать Вопрос зачем Вот Ну короче Декоратор класса Это же такая штука Которая жует класс И Так же точно Как она жевала функцию Все Почему при этом Нельзя было сделать Просто наследование Я не знаю Иногда наверное Можно с помощью декоратора Какие-то вопросы Решить лучше Чем с помощью наследования Тут вот есть ссылка На functools Total ordering Давайте посмотрим Есть такой волшебный декоратор Он называется Total ordering Он входит в Модуль functools Который стандартный Модуль в питоне И делает он следующее По наличию двух методов Равно И меньше Он в вашем классе Автоматически делает Еще Четыре метода Кстати А где Ну тыкнул Или ну тыкнул на автомате Делается При наличии Икнул Короче говоря Если вам лень Писать Все методы сравнения Задайте 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 Равно И меньше А все остальное Вам сделает Декоратор Total ordering Понятное дело Что он Будет работать Слегка медленнее Чем если бы Все реализовывали руками Начистую Особенно Если у вас Эффективные Есть эффективные Методы сравнения Но Для того Чтобы По-быльненькому Заваться Какой-нибудь Классик Который отлично Работает Ну скажем С математическими Выражениями И вам нужно Все эти сравнения Реализовать Шмяк Бряк Равно Меньше И вперед Вот Вот пример Использования Декоратора Причем Мы декорируем Как раз Класс А он Этот декоратор В этот класс Всовывает Вот эти все методы Вот А как видите Тут еще интереснее Вы просто Один из сравнений Одно из сравнений Задаете Любое На не равно В смысле На больше И меньше И сравнение На равно А дальше Все само Делается Смешно Вот Следующий пункт Нашего Морализонского Балета И это Так называемый Дескриптор Слушайте А я хотел еще Сказать Одну штуку Которую Послужила Причиной Казуса С домашним Заданием Погодите В дескрипторе Пока не лезем Давайте Я эту штуку Сразу вспомню From Сейчас Давайте Во-первых Мы в этом Функтулсе Найдем слово Вропс Вот оно В функтулсе Есть еще один Хороший Декорактор Волшебный Называется Вропс И я Им воспользовался Когда решал Домашнее задание А вам не сказал Вот В результате Тесты Слегка разъехались О чем Наиболее дотошный Среди нас А это не я Немедленно Разузнали Вот Функция Вропс Вернее Декоратор Вропс Состоит в том Что Та функция Которую мы Переписываем Например В декораторе Внезапно Начинает Называться Иметь Докстринг И вообще Быть очень Похожей На Функцию Исходную Которую мы Туда передали Смотрите Как это выглядит Давайте Что-нибудь Попроще Вот Депфун Вот если Мы здесь Напишем Вропс От F Только Надо еще From Функтулс Импорт Этот самый Вропс Вот То Если Мы Сейчас У нас Есть Функция Функ Депфун Депфун От А Ретерн А плюс Один Без Разницы Да Функ От 3 Работает Но Главное Не в этом А в том Что у нас Теперь Функ Точка Нейм Ну Хорошо Ну да Функ Точка Нейм Упс Вот То есть Вот этот Декоратор Вропс Причесывают Нашу Функцию Нейм Таким образом Что она Начинает Называться Как функция Ф У нее Даже Хелп Как у Функции Ф Давайте Мы сейчас Сделаем Чтобы Просто Вот уже Окончательно Окончательно Убедиться Смотрите Да Такие дела Удобная Конструкция Которая Позволяет Очень прозрачно Декорировать Функции Чтобы Значит Никто Не догадался Что они Вылезли Из-под Декоратор А мы Продолжаем У нас Дескрипторы Смотрите Какая Проблема С питонией Вседозволенностью Относительно Пространства Имен Их Собственно Две Вторую Мы будем Решать Чуть позже Первая Проблема Это Все 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 Можно Перебить То есть Берем И Как бы Перебиваем Поле Нашего Объекта Какой-то Ерундой Вот Никакой Логики Никакой Проверки Ничего На это Не навешано Просто Берем Вместо Объекта Суем Другой Ну я Уже Вы Это уже Сто раз Делали Допустим Да И вот Мы сделали Значит Экземпляр Класса С Что У него Есть Поле Ф Никого Не волнует Какого Оно Какого Оно Типа Пожалуйста Его Даже Удалить Можем Только дел И Вылезет То Которое Поле Глаз Короче Говоря Слишком Много Свободы Иногда Это Бывает Неудобно В первую Очередь Это бывает Неудобно Если Мы Хотим Определить Некоторую Дисциплину Доступа До этого Самого Поля То есть Исторически Дескрипторы Как Это такой Шаблон Программирования Родились Как Необходимость Обеспечивать Дисциплину Доступа К полям На запись Чтения И удаления Вот А в действительности В питоне Это Чуть более Общую задачу Решает А именно Смена Интерфейсов Чтобы Когда мы Используем Синтаксическую Конструкцию А. Б То есть Объект Точка Поле По Использованию Этой Конструкции Вызывалось Б Специальный Метод Специальная Функция Которая Называется Собственно Геттер И сеттер Геттер Для того Чтобы Получить Значение Этого поля А сеттер Это когда Мы пишем А. Б Равняется Чему И при Наличии Сеттера Вместо Того Чтобы Просто Тупо Перебивать Наше поле Вот таким Вот путем Вызовется Функция Сеттер Которая Посмотрит Что мы Тут с ним Делаем И еще Нам скажет Можно Это делать Или нет А До кучи Еще и Делитер То есть Когда мы Делаем Вот это Да Вот Как это Сделано В питоне В питоне Сделано Следующим Образом Что если Мы в класс Добавляем Некоторое Поле Которое Содержит Метод Бла-бла Гет Бла-бла Вот Само Поле Это такой Объект Который Содержит Вот такой Метод А в Но Оно Это поле Внезапно Начинает Считаться Дескриптором И все Попытки Ходить К нему Из Экземпляра Этого Класса Утыкаются В протокол Дескриптора То есть Наличие У поля Класса Метода Гет Превращает Доступ Из Экземпляра Класса К этому Полю В Доступ По совершенно Другой схеме По протоколу Дескриптора Которая состоит Ровно в том Что когда мы Берем значение Вызывается метод Бла-бла Гет Пытаемся записать Значение Вызывается метод Бла-бла Сет Пытаемся удалить Вызывается метод Бла-бла Делит Этого объекта Сейчас покажу Все А при этом Если Определен только Метод Гет То сет Можно Ну как бы А сета Делит Отсутствует То это значит Такой Нон-дата Дескрипшн То есть Дескриптор Если только Гет Определен В этом случае Естественно Мы можем В поле Нашего объекта Придумать Своё собственное Поле Которое занавесит Вот это поле Класса Вот Но Если Хотя бы одно Сет Или делит Определен Значит это уже Такой дескриптор Содержащий данные И все Мы не можем Ничего сделать Из Нашего Объекта У которого Есть поле Дескриптор Кроме как Сходить Геттеру И сеттеру Все Вот Как это устроено Устроено Следующим образом Значит нам нужно Определить Специальный класс Этих самых Дескрипторов У этого класса Напоминаю Должен быть Гет Сет И Делит Давайте мы прям Руками это и сделаем Я буду подглядывать В лексу Но мы сделаем это Как обычно рука Декс Не декс А деск С ЦР Значит что у него должно быть У него должно быть Метод Гет Это Геттер Вот А параметры у него такие Значит Тот объект Который вызвал Геттер А на всякий случай Его класс Мало ли что Ну давайте напишем Что мы делаем Это у нас Гет Это у нас был Гет Дальше даже Вот так напишем Object Обж Класс Не лс Я говорю Класс пишу Лс Офигеть Класс Целый Во Во Ну и return Надо сказать еще Да Return Ups Точка Value Обратите внимание Что логику Работы Конкретно Дескриптора В том виде В котором В котором Мы хотим ее реализовать Может быть Какая угодно Мы здесь Можем Return Ну сто пятьсот Написать И так дальше Но для того Чтобы немножко Сымитировать Работу Нормального поля Давайте Мы посчитаем Что у нас есть Скрытое Ну такое Полускрытое Поле Value У каждого Экземпляра Да И вот этот самый Value Будет возвращаться Ну теперь Давайте делаем Сеттер Дев Сеттер Спасибо Сет Что там Селф Тоже давайте Подглядим Какие там Параметры А ну тут Все просто Обж Вал Ну давайте Здесь тоже Значит Принт Что Теперь у нас Сет Сет Object Object Обж И Делит Делит Или дел Делит Self То есть Дать Поглядим Просто Ож Только Дайте Написуем Чтобы Нас Не путать From Спасибо большое Так Мне кажется Я все Сделал Давайте Попробуем Теперь Создать Классик С этим Самым Ну как Да Значит Как-то Так Дескар Во-первых С большой А во-вторых Он Дескар Назывался Вот Ну и что Сделаем Да Ничего Не сделаем Нам Все остальное Не нужно Мне кажется Все остальное Нам не нужно Во Вот мы Создали C Давайте Посмотрим Что у них Там Со Словарями Вот Он Дескриптор Вот Вот Дескриптор Все Чит C Точка Точка DSC DSC Равно Ну 100 500 Опа Что Сейчас Произошло Мы Хотели Присвоить Полю DSC Объекта C Значение 100 500 Питончик Заглянул Внутрь Обнаружил Что Это DSC Это Такое Поле Класса У Которого Есть Метод Set Сказал Так И Метод Get И Это Дескриптор Значит Вместо Того Чтобы Просто Перебивать Namespace Мы Сейчас Дернем Этот Самый Метод Get Метод Set И Дернул Метод Set Вот Пожалуйста Он Дернулся Тем Самым Кстати У Нашего С Появилось Еще Поле Вал Где-то Должно Быть Чего-то Я его Не вижу А Мы Ничего Не Сделали Так Давайте Мы Немножко Поменяем Я Забыл Здесь Написать Set Сел В точка Вал Равняется Вал Вот Ну Мне Кажется Это Не Так Страшно Только Надо Теперь Новый Вот Так Вот Сделать Потому Что Класс Новый И Можно Повторить Только С Ой С Равняется С Вот Попробуем Удалить Ага Попробуем Прочитать Что Сделал Не Так А Там Где-то Вала Где-то Вэлью Ну Тормоз Ну В общем Идею Вы поняли Давайте Мы Все Так Вал Вот Давайте Мы Все Так Аккурат Поаккуратнее Будем Вот Ну И Соответственно Да Да Что ж Такое Вот Что Бывает Когда Торопишься Ух Значит Давайте Вот На этом Остановимся Внимательнее Потому Что Это Важная Штука Значит Обратите Внимание На то Как Работает Дескриптор Никаких Силфов Ему Не Нужно То Есть Их Можно Использовать Но Главная Фишка В том Что Вашему Дескриптору Вашему Дескриптору Передается В качестве Одного Из параметров Тот Объект Дескриптором Которого Он Является А в Случа Гета Еще и Класс Объекта Дескриптором Которого Он Является Но Это Не Обязательно Зачем 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 Это Нужно Я Честно Не Знаю Вот То Есть Дескриптор Такая Штука Которая Работает С Неймспейс Объекта Вот И Собственно Он Это И Делает Соответственно Дайте Еще раз Переопределим И Наконец Наш Эксперимент Должен Заработать Так И Вот Так Да Что Ты Будешь Делать Что Я Не Сделал Экземпляр С Новый А Да 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 Ну Делит Не Делает Делает И Бог С Ним Это Значит Пускай Не Делает Семантику Этого Дела Никто Никто Не 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 Отменял Спасибо Я Действительно Не Сделал Новый Экземпляр С Надо Было Вот Так Сказать Надо Было Сказать Вот Так Вот Тогда Он Заработал Спасибо Вот Значит Ну В общем Я думаю Что мы На этой Теме Потоптались Довольно Много Чтобы Понять Что Где Где Она Работает А Где Нет Вот Да Вот Теперь Все Работает Значит Смотрите Тут Дмитрий Спрашивает Они Не Легче Перебить Гитатор Сетатор В чем Принципиальная Разница Принципиальная Разница Стоит В том Что Гитатор Сетатор У вас Он Универсален То есть Вы Вынуждены Работать С Именами Всеми Которые Вам Приезжают И Как-то Их Фильтровать Вот Дескриптор Работает Только С Конкретным Одним Именем Вот С собой Вот И Гитатор Это Логика Объекта Класса Это Вы Делаете Внутри Класса С Эту Логику А Вот Это Логика Самого Дескриптора В классе С Вы Говорите Я Завожу Дескриптор Да Вот Значит В классе С Я говорю Слушайте У меня Есть Поле Дескриптор Вот Вот Вся Логика Класса С Она Описана В двух Строчках То Как Работает Дескриптор Вы Описываете В логике Дескриптора В случае Использования Гитатор Получается Наоборот Вам Если Для Вашего Алгоритма Оба Решения Примерно Одинаковые Выбирайте Которое Вам Больше Нравится Ну Вот Фу Получилось Дальше Больше Какая Вообще Главный Недостаток Организации Пространства Имен В Классовой Модели В объектной Модели Питона Через Вот этот Самый Дикт Наш Любимый С которым Мы уже Несколько Раз Работали И Сейчас Мы узнаем Что Иногда Бывает Так Что Дикта Нет Первый Недостаток А зачем Нам Вообще Динамический Неймспейс Динамический Неймспейс В класс Х Объект Ну То есть Это Очень Клево Что Мы В Питоне Можем Взять И Написать И Добавить В любой Объект Любой Класс Любое Поле Очень Клево Но Так Так Это Часто Бывает Нужно Вот Так Вот Штуки Иногда Наоборот Бывает Полезно Сделать Фиксированный Неймспейс Чтобы Ну Не знаю Случайно Вместо Одного Поля Вот Я Написал Там С ДЦС Равняется Сто Пятьсот И Смотрю А почему Она Не выдает Диагностику Это Потому Что Вместо ДСЦ Я написал ДЦС Потому Что Так Можно Иногда Бывает Удобно Сделать Фиксированные Пространства Имен Они То есть Статическое Не динамическое А если Оно Статическое То Зачем Вообще Его Хранить В каждом Объекте Оно Получается Одно На всех Немодифицируемое То есть В объекте Дикт Тогда Не нужен Совсем То есть В этой В этом Варианте Объектной Модели Внутри Дикт В объекте Не нужен Совсем Вот Есть Какой-то Дикт В классе И Некоторые Указания На то Что мы Используем Другую Объектную Модель В которой Фиксировано Количество Полей Вот И еще Там у этих Полей Интересные Интересные Дополнительные Свойства Ну собственно Одной Защиты На запись В результате Получается Вот Что Если Мы Определяем Внутри Нашего Класса Специальное Поле Слот Точнее Блабла Слот Блабла То Это Сигнал Питону Что Данный Класс Использует Вот Эту Другую Альтернативную Объектную Модель Через Слоты При Этом У Класса Сло Будет Дикт В котором Все это Будет Довольно Интересным Образом Оформлено Сейчас Покажу А вот У его Экземпляров Дикта Вообще Не будет А зачем Они ему Статический Набор Полей Он есть У Класса Вот Туда И ходи Вот Как это Выглядит Давайте Попробуем Класс Сло Определим У этого Класса Слоты Слот С Ну Скажем Ну Не знаю Там А И Б Вот Ну Еще Определим Некоторые Дополнительные Полиции Давайте Сделаем Имму Init Self A B В котором Мы Таки Self A Self B Распишем Вот 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 Получишь Такой Интересный Классик Казалось бы Что тут Такого А нет Такого Тут Довольно Много Смотрите Во-первых Сейчас Даже Не так Во-первых У него Есть Дикт Который Вообще Говоря Внезапно Не похож На те Дикт Которые Мы с вами Видели Да У Нашего Класса С Например Дикт Выглядел Вот Так Вот А нет Так же Выглядел Соврал Я Ну короче У него Есть Дикт Да У него Есть Ну как Можно Посмотреть Дир И в этом Дире Внезапно Появились А и Б У класса Слов Хотя Они явно Здесь не Присутствовали То есть Вот эта Вот Надпись Добавила Нам в Дикт Поля А и Б Но эти Поля Специфические И вообще Поведение Класса В котором Есть Слоты Оно Специфическое Во первых Как я уже говорил Если создать Экземпляр Класса Вот У него Вообще Не будет Дикта Потому Что Он Ему Не нужен А Сел Сел Отлично Сел Встал Вот У него У него Вообще Не будет Дикта Потому Что Он Не Нужен Ну С Жмяк Нет Никого Дикта Дир Есть Дикта Нет Почему Потому Что Есть Слоты Вот Во-вторых Мы Мы можем Взять И записать Допустим В этот Самый Значение 2,3,4,5 И в Б Тоже Можно записать Что хотим Ограничение На тип Строго Динамической Типизации Питона Не предусматривает А в С Записать А в С Записать Ой Не можем То есть Изменение Семантики Работы Класса При наличии Слотов Следующее Все имена Перечисленные В слотах Это Рерайт Редрайт Имена Туда Можно записывать Значение А то Что Является Просто Полем Класса Упс Оно Редонлен Вот Потому Что У нас Его В локальном Дикте Вообще Нету Да А Пытаться Перебить Изнутри Изнутри Экземпляра Поле Класса Мы Не можем Но Главное Отличие Объектов Со слотами От объектов Без слотов Это в том Что У них Фиксирован Список Атрибутов Вот Это уже Больше Похоже На такой Более Традиционный Традиционную Объектную Модель В языках Программирования В которой Значит У нас Есть Только Те поля Которые Мы Объявили Вот И Если Вам Приложений Так Удобнее Карта Вам В руки Вот Как Вы Видите Из Общего Синтакса Все Таки Это Скорее Такой Технический Маневр Синтаксически Это выглядит Немножко Страшновато Вернее Так Остроумно Но Не Слишком Красиво Вот И фактически Это нужно Именно Тогда Когда Для Цели Разработки Или Дисциплины Разработки Ну Необходим Жесткий Контроль За name space Вот Надо Сказать Что Слоты Эти В действительности Реализованы Догадайтесь С помощью Чего Сейчас А где У меня Так Да Вот Он Довлет Это А если Сказать Type О Видите Слово Дискриптор Ничего Удивительного Это правда Очень похоже На то Как работают Дискрипторы Вместо Доступа К полю Которые Засунут Куда-то В namespace И вызов Некоторые Функции Ну Вот Это Какая-то Группа В результате Слоты Это Просто Такая Пачка Дискрипторов Которые От Которых Дергаются Гетеры И сетеры Там Где-то Внутри Уже Реализовано Где Они Хранят Свои Значения Для Каждого Объекта Ну То 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 Прозрачно Для Нас С нашей Точки Зрения С точки Зрения Пользователя Слотов Это Просто Выглядит Как Константный Namespace Вот Он И Еще Немножко Константного Namespace Но При Этом Это Такие Поля Которые Нельзя Перебить Вот В смысле Нельзя Поменять Им Значение Такой Вот Интересный Конструкт Используется В основном Для Надежности Но Не Только Главная Цель С которой Оно Изобреталось Это Конечно Экономия Пространства Имон И Вообще Не Манипуляция Пространства Имон Питон Очень Много Уделяет Время Пространства Имон И Ресурсов Вот А в Случае Схемы Со Слотами Оно Там Одно У класса И все Например Если вы хотите Миллион объектов Плодить И не хотите Ничего делать С ихними Пространствами Имен Слот вам В руки Ну Правда Да 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 Вот Тут Дмитрий Говорит О том Что Вот Эта Эффективность Работы Слотов Поскольку Ради Этого Это все И делалось Может Слегка Страдать Если Унаследованный Класс От нашего Класса С слотами Своих Слотов Не Определит Почему Потому Что У нас Будет Двойной Анализ Пространства Имен Так Как Полагается В питоне Вот Ну И Соответственно Эффективность Поисков Пространства Имен В ситуации Когда Мы Помните Ради Чего Мы Это Делали У Нас Там Миллион Объектов Или Много Много Объектов Типа Сло Да Чтобы Значит К Все Туда Ходят Если Мы Возьмем И Сделаем Иерархию Классов По которой Надо Будет Бегать И Запускать МРО Для Поиска Да Будет Медленно А Если Мы В каждом Из Наследников Определим Свои Слоты Как Советует Дмитрий И Вслед За Правочником Бизли То Вот Действительно Вся Скорость Увеличится Какие Еще Есть Стандартные Декораторы Кроме тех Которых Мы Уже Говорили Мы Говорили Про Вропс Замечательный Который Я использовал В домашке Никому Не сказал Ну Ладно Не вижу Здесь Каких Я Видимо Только Про Вропса Рассказывал Хотя Должно Что Ну Неважно Сейчас Мы Все Это Увидим Потому Что Тут Стандартные Декораторы Во Во Первых Есть Два Стандартных Декоратора Для Классовой Модели Которые В которых Есть Статик Методы И Класс Методы Могут Заметить Отличия В Принципе Никаких Попыток Сделать Такой Настоящий Класс Метод Как Это Бывает В Языках Особенно С Статической Типизацией В питоне Нет Класс Метод Ну Давайте Мы Прямо Скопипастим Вот Эту Картинку И Ее Посмотрим Да Класс Метод Это Всего Лишь Такой Метод Которому Вместо Первого Аргумента Первого Пардон Этого Самого Операнда Передается Указатель Ну В смысле Передается Класс А не Экземпляр Ну Давайте Прямо Все Подряд Фун От Раз Два Три Ну С Фун Вот Что Что нам Вывели Нам Вывели Все Все Параметры Какие Параметры Первый Параметр Это Экземпляр Класса С Ну И Раз Два Три Как себя ведет Класс Метод Он С Фун Называется Первый Параметр У него Вместо С С Приезжает Класс А дальше Раз Два Три Вот Если Для Обычных Методов Первым Параметром Обычно Пишут Слово Селф То для Класс Методов Первым Параметром Обычно Пишут Слово ЦЛС Ну потому Что Слово Класс Писать Туда Нельзя Класс Класс Ключевое Слово ЦЛС Обычно Пишут Вот Видите Класс Метод Это Всего лишь Штука У которой Кто-то А я вам скажу Кто Вот этот Декоратор Подменил Первый Параметр Функции С Экземпляра На его Класс Все Да А static Метод Это тоже Не static Метод На самом Деле Потому что Это всего лишь Метод У которого Ну в общем Вы сейчас Сами Увидите У которого Кто-то Это был Декоратор Static Метод Подменил Удалил Первый Параметр Все Правда Давайте Попробуем Посмотреть На тип Всех Этих Всех Этих Трех Функций Мы знаем Что Внутри Класса Видите Вот это Мы знаем Что внутри Класса Обычный Метод Это просто Функция Класс Метод Оказался Тоже Функцией А вот Static Метод Оказался Прямо Методом Вот Чем Интересно А наоборот Класс Метод Оказался Методом Класса А ну Окей Класс Метод Является Методом Класса То есть Фактически Мы взяли Вот эту Штуку Обернули Таким Образом Чтобы Это был Всегда Метод Класс Вот И все Вот А что Касается Static Метода Что это Функция И Обычный Метод Функции Внутри Класса Да Теперь Давайте Посмотрим Для Экземпляра Для Экземпляра Класса Метод Является Методом Static Метод Является Да Блин C С Статик Метод Является Просто Функцией Ну И там Уже Был Функцией А Класс Метод Является Просто Методом Просто В этом Методе Происходит Подмен Вот Такие Вот Штуки То есть Эти Декораторы Не только Удаляют Или Подсовывают Какие то Параметры Но еще По разному Бинзят Соответствующие Функции Внутри Класса Например Static Метод Всегда Является Просто Функцией Не Является Метод Вот Тут Возникают Всякие Интересные Штуки На предмет Того Нет ли Каких то Искажений В логике Когда мы Заменяем Одно Другим Но Мне кажется Что нет Это надо Исследовать Важный Момент Который Отчасти Отвечает На вопрос Дмитрия На предмет Того Не лучше Ли делать Гитара Цитат В Чуть ли Не В стандартной Библиотеке Даже Ни внутри Ни в каком Модуле Это Встроенная Функция Есть Прекрасный Декоратор Property Прекрасный Декоратор Property Устроен Таким Образом Чтобы Для того Чтобы нам Сделать Дескриптор Нам Не нужно Было Городить Вот эту Конструкцию Из двух Классов Ж Как он Устроен Он Устроен Следующим Образом Первое Есть Декоратор Property Который Объявляет Некоторое Поле X По совместительству Являющееся Тем самым Декоратором То есть Вот эта Конструкция Означает Буквально Следую Что у У нас Во-первых Не Декоратором А Дескриптором Во-первых Объявляется Вот такой Вот Поле X Которое Является Дескриптором Вот И у Этого Дескриптора Сразу Объявляется Гейтер Вот Значит Вот эта Конструкция Сразу Создает Дескриптор С именем X Типа Дескриптор У которого Сразу Есть Метод Get Вот А дальше После того Как Этот Дескриптор Уже Создан Внутри Этого Дескриптора Лежат Функции Декораторы Сетер И Делитер Прямо Внутри Него В котором Мы можем Его Приопределить В котором С помощью Которых Мы можем Определить Соответственность Сетер И Делитер То есть Вот эти Вот Вот этот Вот Код Вот Обратите Внимание На то Что В результате У нас Вся Логика Работы Работы Нашего Дескриптора Приехала Обратно В тот Класс В который Чей он Дескриптор И поэтому Оба Синтаксиса Важны Синтаксис Раздельной Логики Хорош Тогда Когда мы Логику Дескриптора Может быть Довольно Хитрой Описываем Отдельно А Логику Пользовательскую Она говорит У нас тут Дескриптор Вот А Синтаксис С проперти Важна тогда Когда у нас Нет особого Желания Манипулировать Какими-то Различными Типами Внутри Которых Будут Какие-то Хитрые Дескрипторы Одинаковые Да То есть У нас Есть много Классов В каждом Из которых Один и тот Же Хитрый Дескриптор Вот Такого Нет А есть Что Есть Желание Защитить Написать Геттер И сеттер Чтобы нельзя Было так Просто И делитер Чтобы нельзя Было так Просто Удалять И вот Такая Картинка Давайте Попользуемся Немножко Давайте Немножко Попользуемся Давайте Для экономии Время Я Хотя Так Что у нас Тут Ну да Давайте Напишем Немножко Классов Вот Ой А вот Теперь Давайте Сделаем Этот Самый Проперти Проперти Дев Значит Еще раз Что мы здесь пишем Мы здесь пишем Геттер А называем его Прямо так Как будет названо Это проперти Ну скажем В Селф Это геттер Там больше ничего не нужно Вот Селф Точка Вал Обращаю ваше внимание На то Что так же Как в прошлый раз Мы Логику Работы Этого Проперти Описываем Сами В данном Случа Мы храним Храним Поле Вал Да Ну конечно О Правда Если мы скажем Вот так Вот Двич Почему А потому Что у нас Есть Сетер А А геттера Нету И короче Проперти Так не работает Проперти У нас Редонли Получилось Мы Вернее Геттер Есть А сетера Нету Мы сетер Не написали Ну давайте Напишем Давайте Напишем Сетер Значит Напоминаю Как пишется Сетер После того Как у нас Уже Создано Поле В Да Это поле Уже Является Дескриптором Причем Такому Специального Вида Проперти И у него У этого Дескриптора Специального Вида Уже Есть Встроенный Встроенный Метод Который Называется Сетер Вот Ну и собственно Вот Ну можно и делитер Написать Но мы кажется Уже Сейчас Вот так это пишется Вот Да Можно и делитер Написать Но мы кажется Понимаем логику Обратите внимание На то Что вот эти имена Совпадают Это еще один бонус Вам не нужно Мучиться Придумать Какие-то имена Для делитеров Которые вы никогда Не будете явно вызывать Которые будут вызываться Согласно протоколу Дескриптора И только их Да Более того Я тут проверил Вы не можете Написать Другое имя По-моему А может и можете Давайте посмотрим C.v 234 Равняется 234 Вот Не можете Давайте попробуем Написать обратно Попробуем Свил Молодец ну вот вот обратите внимание на то что важную функцию введения вызова по обращению к полю, который не кологу проперти выполняет даже нагляднее, чем дескриптор общего вида пропертими пользоваться удобнее ну там еще видите делитер, да, когда хотите делить кстати, что будет, если я скажу я вангую, что нам скажут что так делать нельзя, ну и правда до тех пор, пока не написали делитер к нему делить нельзя принять декораторы используются в питоне очень часто и по многу есть целые фреймворки типа той же джанги, которые сделаны исключительно на декораторах потому что вы просто берете объект добавляете к нему свойства потом декоратор с учетом того, что декорировать можно классы понимаете, да? у вас получается такое вот жевание классами друг друга примеры таких остроумных декораторов в питоне например, есть модуль под названием дата-класс да, Дмитрий тут поисследовал статик метод и говорит, что результаты его обработки делают его отдельным отдельной функцией то есть каждый раз эта функция новая вот, и это означает, что у нас как бы разные экземпляры получаются вернее, разные разные функции генерируются этим генератором в смысле декоратором ну да значит, дата-классы дата-классы, как я понимаю, это такая штука которой можно присобачивать которая автоматически генерируется репр и енит вот по, собственно, пространству имен правда, вот тут, видите, используется современная современный такой стиль программирования на питоне с с type hint видите, да вы можете заранее прям задать поля ему туда давайте я не буду сейчас врать про эти дата-классы что я прям наизусть помню, как они работают вот видимо, я понадеялся на то, что я помню а я не помню давайте я лучше покажу, где еще они используются а про дата-классы ну, посмотрим сами и я, наверное, тоже посмотрю просто, чтобы в следующий раз не так не облажаться значит декоратор используется в функтулсах мы уже видели причем тут есть довольно интересные штуки да есть, например, декоратор кэш который походу запоминает с какими с какими параметрами вы вызывали функции и дальше их хранит в словаре и возвращает вот что там еще есть вот причем там есть много разных кэшей тот лординг мы уже видели ну, в общем, вот их там тоже много про сингл диспатч я даже не помню, что это такое надо почитать потому что тут прям ссылка куда-то идет вот кто еще часто используется ну, контекст лип мы с вами еще про контекстные менеджеры ничего не говорили давайте посмотрим можно ли оттуда что-нибудь разумное вычитать нет пока рано будем читать про контекст менеджера мы поговорим короче используется сплошь и рядом вот декораторы и сильно сильно позволяют не просто уменьшить объем кода но еще и как сказать увеличить его понимаемость потому что напоминаю главная фишка декоратов как раз именно в том чтобы коммуницировать с читателем кода на предмет того зачем конкретно и какими свойствами обладает там данная функция вот давайте вопросы про что-то кроме датаклассов в которых я сам запутался надо почитать вот если вопросов нету я подожду еще некоторое время то видимо на сегодня все про остальное мы поговорили да вот так что на сегодня все в следующий раз мы скорее всего добиваем наконец объектную модель питона разумеется мы все про нее не узнаем никогда в наших лекциях просто не сможем это сделать вот но у нас еще метаклассы на носу остались а вот я хотел ответить на вопрос человек с ником флавка вопрос такой мы же можем ходить прямо к этому подчеркиванию вал ручками да вот сюда вот и никаких проблем с этим не будет ну во первых давайте попробуем ну думаю что да можем потому что никто не знает что это он во вторых мы можем защитить этот вал например сделав его как защитить никак не можем защитить в питоне вообще не можем это сделать вот как видите он начинается на подчеркивание это означает что мы не можем скажем так мы не станем если используем дисциплину рекомендованную при работе с питоном перегружать этот этот сам элемент вот и вообще ходить к нему напрямую мы можем потому что можем это питон он разрешает все но не будем потому что не хотим возможно возможно стоит изобрести какой-то более хитрый протокол более хитрую логику обработки нашего проперции чтобы так просто подлезть к соответствующему значению было нельзя вот но так просто подлезть нельзя и запрещено это разные вещи и в питоне запретить очень тяжело и я может даже невозможно вот поэтому да можем и подлезть вот мне кажется я ответил на вопросы и если больше вопросов нету то все всем спасибо и в следующий раз поговорим про метаклассы вот